Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся сейчас к 45-й главе книги пророка Эзекииля. 45-я глава снова обращается к теме распределения земли и, в общем, говорит нечто непохожее на то, чем закончилась 44-я. Потому что в конце 44-й говорилось о том, что не выделяйте землю священникам, им не нужен удел в Израиле, потому что я буду их уделом, говорит Господь. А здесь говорится вот что. Когда будете по жребию делить землю на уделы, тогда отделите священный участок Господу. Ну и там некоторые пределы этого участка здесь называются. Эта священная часть земли принадлежать будет священникам, служителям. Святилища будет для них местом для домов и святыней для святилища, вокруг святое святых. Таким образом, насколько можно судить, все-таки некоторая земля вокруг святыни должна быть выделена для священников, но здесь вроде бы говорится для домов и для святыни, для святилища как таковой. Не как земля сельскохозяйственная, а именно как место для домов. И вот как их владение для обитания, их должно некоторое пространство принадлежать священникам и левитам. Кроме этого, здесь предполагается дать князю пространство по одну, по другую сторону подле священного места. Это земля князя, его владение в Израиле. Что здесь важно? Во-первых, здесь уже не используется слово «царь» вообще, то ли намеренно, то ли это позднейшая редактура, то ли уже в самом деле так глубоко проникла в мысль пророчества Иеремии о том, что он не будет больше потом бы Давида на престоле, его в Иерусалиме. Здесь говорится о князе, лидере Израиля. Ну, как хотите, политическом вожде, там, военном, центре власти и прочее, прочее. Князь, все понятно, что вот это князь, но не царь. Вот немного другого ранга, так сказать, фигуры здесь имеется в виду. Это первое. Второе вот что. Изекииль довольно прозрачно говорит о том, что князья дома Израилева в прежние времена до плена все время захватывали чужую землю. Говорили, мне нужна эта земля, вот тебе три копейки и иди отсюда. Захватывали чужую землю, потому что какие-то у них там были причины, интересы, они тут собирались что-то строить. Ну, в общем, в новейшей истории, к сожалению, мы видим тоже и в наше время подобного рода примеры, когда собственность на землю вовсе не является чем-то священным для современных государств, для современных правителей, причем любых, любых. Обратите внимание, разница между тем, что согнали за три копейки и тем, что согнали за очень крупную сумму, разница только в сумме, а в сути дела нет. Но это вот практика современного мира, и все правовые системы современного мира так или иначе и это, в общем, оправдывают. И говорят, что иногда в любых случаях, когда государству надо, иногда в каких-то ограниченных случаях, здесь в разных странах по-разному, суть не меняется. Это земля, как будто бы твоя, но она не совсем твоя. На самом деле я бы сказал, что этот элемент лукавства придает шаткость всем правовым экономическим системам на белом свете. В том, что описывает Иезекииль, здесь все четко. Здесь вот земля князя, ее он может оставлять детям в наследство, значит, а другим людям он не может ее передавать, и он не может приобретать земли ни с той стороны, ни с другой. Он может сдать в аренду часть своей земли или не возделывать ее, неважно. Вся вот эта экономическая составляющая, хозяйственная, здесь остается немножко за кадром. Но важно, что, смотрите, это его земля, его владение в Израиле, чтобы князья мои впредь не теснили народа моего, и чтобы предоставили землю Дому Израилеву по коленам его. «Хватит, довольна, князья Израилевы, отложите обиды и угнетения, творите суту правду, перестаньте вытеснять народ моего из владения его». Стало быть, вот Иезекииль видит идеалом пред Богом, тем, как должно быть в обществе, где присутствует Бог, то то, что каждый не выходит за пределы своей земли, и самое главное, чтобы власть имеющие не использовали эту власть для приобретений. Ну и здесь еще тоже важно, мне кажется, понимать нам с вами, что речь же идет о, в общем, аграрном обществе, где площадь занимаемой земли более или менее пропорциональна урожаю, и, соответственно, количеству людей, которых эта земля может прокормить. Поэтому вот Иезекииль на самом деле предлагает здесь очень жесткие ограничения на власть князя. Ну, в первую очередь, вот представление о незыблемости владения землей как некоторым идеале. Правильно это или нет – другой разговор. Я еще раз говорю, что современные правовые системы никогда не считают это до конца правильным. Ну, вот так. Вторая половина главы, собственно, стихи, начиная с 10 и дальше, говорят о храмовых приношениях, хлебных, праздничных жертвоприношениях, о том, что, собственно, должно в Иерусалимском храме совершаться. Но прежде этого еще короткое такое замечание, вставка в три стиха с 10 по 12, где говорится о том, что «да будут у вас правильные весы и правильные меры». Вот обман в том, что касается экономических взаимоотношений – недопустимая вещь. Вот и все. Пусть у вас меры будут правильными и все будет точным. Потому что жульничество вот это вот, оно достаточно разъедало жизнь Израиля в предпленную эпоху. И обратите внимание, что как левитам ставится в вину идлопоклонство, так князьям ставится в вину захват чужого жизненного пространства, а людям вообще ставится в такую же вину обман при торговле и обмене. Вот такой вот простой бытовой обман. Вот, собственно, представление эпохи, в том числе и Изекииля, о том, в чем выражается грек. Ну и далее пророк расписывает подробно, что нужно приносить князю и что должен делать, собственно, князь. Потому что, ну как же, мы же понимаем, что князь делает. Он там сидит на печи с длинными рукавами в нелепой цилиндрической шапке и, значит, что заседает в Боярской думе. Нет. Или там, что князь ведет войска на чего-нибудь завоевание. Нет. Не это. Ответственность князя – организовать от лица народа общее всесожжение. Здесь каждый может принести Богу жертву за грех, жертву всесожжения, жертву благодарения. Ну и, как мы видим в кодифицированной в это время Торе, там существуют некие правила, как это надо кому делать. Но князь, на обязанности князя будет лежать всесожжение и хлебное приношение. В празднике, в новомесяче, в субботы он должен будет приносить во все торжества Израилева жертвы для очищения Израилева. Таким образом, функция-то князя – сначала исполнить то, что является ответственностью всего народа перед Богом. Он, таким образом, несет на себе обязательства Израиля перед Богом по завету, а потом уже все остальное. И вот дальше Эзекииль говорит о том, какими будут праздники, в первую очередь Пасха, и в этот день князь за себя и за весь народ земли принесет тельца в жертву. Снова разговор о том, что каждый приносит за себя, но князь еще и за весь народ земли. Вот такое объединяющее начало. Но, собственно, здесь, как это часто бывает в такой роде текстах, разговор искусственно прерван границами между главами, чтобы быть продолженным в следующей главе. Субтитры создавал DimaTorzok